Басня вторая. Преувеличенный взгляд на благодать. Супер грейс. Это сегодня вообще модно, модно, модно. Это учение стало эпидемией. Оно так вот незаметно, незаметно проскочило. Вот как сорняк, который легко всходит, а потом от него трудно избавиться. Я имел дело с множеством людей, особенно молодых, которые горели, но упали из-за этого взгляда на Бога. И сейчас, вместо того, чтобы искать Бога, как раньше, они тусуются на вечеринках. Если не остановить и не устранить эту незаслуженную благодать, то она пойдет в следующее поколение, оставляя миллионы тепленьких христиан, которые обменяли страсть на отраву. Это грустно, что некоторые проповедники сверхблагодати живут во грехе и облегчают свою совесть тем, что говорят о Боге, который только любит, никогда не наказывает, о Боге, который нас никогда не судит. Ты знаешь, Иуда 1 глава 4 стих, он говорит, что это люди, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Другой перевод говорит, лицензия на аморальность. Они обращают Божью благодать в лицензию на аморальность. Типа есть рабы, а мы сыны. Вляпался, ну и что, Рафик ни у чем не виноват. Кто в курсе, что я говорю? То есть есть Папа. Есть Папа, который отмажет, есть Папа, который поможет, есть Папа, который за все заплатит. Мажоры во Христе Иисусе. Не все проповедники ищут сверхблагодать, чтобы оправдать свой грех. Некоторые любят его искренне, но проповедуют истинную смешанную сложию. Они взяли неопровержимую, славную истину о Боге и так ее презентовали в такой преувеличенной форме, что свели на нет все божественные предостережения. И даже говорят, что слова Иисуса не относятся к сынам Нового Завета. И вот пришло время, пришло время честно поставить все учения, включая мое, в соответствии со Словом Божьим. Не просто пробежаться по Слову, а пусть оно войдет в нас, аминь. Почему в этом безбожном поколении мы боимся противостать ложным учениям? Мы должны это делать. Эти учителя, они правильно подчеркивают, что мы спасены по благодати, а не по делам, что Иисус умер, когда мы были еще грешники, что мы больше не грешники, а святые в глазах Бога, что Божья любовь не основывается на нашем поведении, что если мы сыны и дочери, сонаследники с Иисусом Христом, но они пропускают множество других истинных писаний и делают неправильные выводы теологические. Они учат Иисуса за наши грехи, прошлые, настоящие и будущие, но делают неправильный вывод, что верующие уже не имеют дела с грехом. Каяться больше не надо. Даже знаешь, что говорят? Если ты выходишь на покаяние, ты обижаешь Бога. Ты даже не распокаялся? Все, хватит. Иисус умер за все остальное. Они говорят, что ты вообще не имеешь дела больше с грехом. Дусин больше не обличает тебя во грехе. Послушай тебя отступника. Посмотри на его шаги, и ты увидишь. Он разрешил себе уйти от чудесной свободы святости и попал в пепел рабства. Ефесянам 2.8.9 Мы спасены благодатью через веру. Аминь. Благодатью через веру. Ни одной только благодатью. Благодатью через веры. Мы не спасаемся либо верою, либо благодатью. Мы спасаемся и тем, и другим. Вот смотри. Химия. Таблица Менделеева. Это химия? Химия. Натрий, хлор. Натрий, жидкий металл. Хлор, ядовитый газ. По отдельности съел, умер. Но когда они вместе, натрий, хлор, поваренная соль. Без нее жить нельзя. Вот так же в благодать и вера. По отдельности не работают. Но только вместе получается правильно. Сохранить баланс. Невозможно выбрать или благодать, или веру. Давай коротко. Что есть благодать? Ну, незаслуженная благословность. Харис. Это значит, Бог будет продолжать давать нам благо, независимо от того, что мы сделали или чего заслуживаем. Благодать есть то, что Бог дает нам безвозмездно. Она никогда не основывается на нашем поведении. Это то, что Он подарил тебе, когда ты был еще грешник, Иисус за тебя умер. Он умер, когда мы для Него еще ничего не сделали. Вот это благодать. Она равна для всех. Как бы ты не был хорош, ты не получишь больше благодати. Как бы ты не был плох, ты не получишь ее меньше. Но ты всегда в ней нуждаешься. Аминь. Она благодать неотделима от натуры и характера нашего Бога. Она от наших действий не зависит. Божья благодать, приносящая спасение, явилась всем людям. Титу, 2 глава, 11 стих. Она прощает. Но только одна треть. 12 стих. Она учит благодать жить свято, оставив нечестье, мирские похоти. И третья. Она дает силу так жить. Благодатью Божией есть то, что есть, говорил Павел. Благодатью Божией я есть им то, что есть. Благодать прощает, учит жить свято и дает силу так жить. Аминь. Это полное учение благодати, а не только одна треть. Он прощает и все. Друзья мои, Иисус умер не только за тех, про кого знал, что они в Него уверуют. Он умер за грехи всего мира. Так написано. Но это не означает, что все люди спасутся. Почему? Потому что одна только благодать не спасает. Благодать должна быть совмещена с верою. Вера это наша реакция. Аминь. Надо понять, Бог один не действует. Для того, чтобы Божья сила в твоей жизни проявилась, ты должен отреагировать на то, что Он сделал. Дорогой мой, благодать это то, что делает Бог. Вера это то, что делаем мы. Благодать это то, что делает Бог. Вера это то, что делаем мы. Ты участник процесса, всегда об этом помни. Бог предлагает спасение каждому, но не каждый спасается. Почему? Потому что не каждый отвечает положительно на то, что Он сделал. Так же? Разве Бог отправляет людей в ад? Нет. Люди сами отправляют себя в ад. Ад Он для дьявола и его ангелов. Люди идут туда, потому что отвергли Божью благодать. Итак, спасение по благодати через веру. Благодать от Него, вера наш ответ. Благодать и вера действуют вместе. Вера берет то, что Бог уже по благодати обеспечил. Благодать обеспечила нас спасением, исцелением, освобождением, процветанием. Бог все уже сделал. Вера это способ все это принять. Помните, как я вам рассказывал в Америке, штат Техас, был такой фермер господин Ец. И вот был падеж скота, он обанкротился, хотел банк отнять дом, он хотел застрелиться. И проходили геологи, говорят, слышь, нам кажется, там где-то у тебя на земле есть нефть, можно мы проверим? Он говорит, да бурите. И когда пробурили, оказалось, на его участке самое большое местооружение нефти в США. Утром банкрот проснулся миллионером. У меня вопрос, он был миллионером или стал миллионером? Он всегда им был. Это была его земля, просто он не знал. Вот каждый из вас духовный миллионер по благодати. Знаешь, почему он сегодня банкрот? Потому что верою бурить надо, бурить надо верою. Туда, что Бог тебе дал, получать, оно само не придет. Аминь. Божья благодать, безусловно, он никого ее не обделяет. Она последовательна. Мы не можем ее не заслужить, не лишиться по своим делам. Она неизменно никогда не меняется. Единственное, что может помешать Божьей благодействовать, это недостаток веры в нас самих. Но вера, это не то, что мы делаем, чтобы заслужить ответ от Бога. Вера, это положительный ответ на Божью благодать. Как сказал. Вера, это положительный ответ на Божью благодать. Круто? Тогда скажи аминь. Похлопай Господу. Вера, это положительный ответ на то, что Бог уже совершил. Я не исповедую Слово Божье, чтобы принудить Богу исцелить меня. Я исповедую ранами я его исцелен, потому что это истина. Во что я верю, то и говорю. Я не заставляю Бога меня исцелить. Нет. Я просто верую, делаю, принимаю то, что Он уже сделал. Вера не может осуществить то, чего Бог не обеспечил. Вера тоже без благодати не работает. Повторяю, по благодати Бог уже дал тебе все. Ты не можешь ничего сделать, чтобы заставить Бога в другом. Все, что ты можешь сделать, это по вере это получить. Итак, выкинь идею, если я буду поступать вот так, вот так, вот так, он будет любить. Он любит тебя. Не за что-то, а не смотря ни на что, прикинь. Ты удивлен? Скажи мне, а за что тебя любить? Давай. Назови хотя бы одно твое качество, за которое Бог должен тебя любить. Давай я послушаю, мне интересно. ну кто? За что? Я говорю, качество. Добрый, щедрый, любящий, честный. За что Бог тебя любить? Ответ, не за что, прикинь. Вот так он любит нас, друзья мои. Ты знаешь, что я понял? Я когда это понял, теперь я когда падаю, раньше я от него убегал, три дня не молился, стыдился, потом думаю, наверное, уже пришло время, через три дня приходил, Господи, прости меня, потом еще три дня, теперь, наверное, простил. Сейчас, когда я падаю, я сразу бегу к нему. Вместо того, чтобы быть гонимым чувством вины и от него бежать под свой куст, я бегу к нему. Я знаю, когда я в самом плохом состоянии, бегу к нему, он меня ждет. И Евреям 4,16. Приступаем с дерзновением, не с дерзостью, с дерзновением, это такая смелая уверенность, к нему. Зачем? Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Когда мне нужна помощь, когда мне плохо. И когда мне плохо, я смело бегу к нему. Там милость и благодать. Аминь. И я могу его благодарить за его милость. Неважно, во что я вляпался, я могу рассчитывать на его благодать. Божья благодать больше моих провалов. Аминь. У каждого из нас есть недостаток и не один. У Бога еще не было ни одного служителя, полностью соответствующего его требованиям. Но он употребляет нас. Я понял, Бог употребляет меня не за то, какой я. Он меня употребляет вопреки тому, какой я. И так легко стало. По закону Божью все вы грешники. Сейчас я объясню. Смотри. Грех это не только я сделал то, что нельзя. Грех это когда я не сделал то, что надо. Тоже грех. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Поэтому все, даже самые святые, то уж и грешники. Но слава Богу, его благодать больше наших грехов. Грех не ожесточает сердце Бога против тебя, но грех ожесточает твое сердце против Бога. Грех препятствует тебе в вере в благость Божию. Он оскверняет твое сознание и наполняет тебя виной, которая удерживает тебя от Бога. Поэтому стараемся жить по благодати, то есть свято. Где благодать левая, там вообще о святости не говорят. А правильная благодать это жить свято. Благодать учит. Но даже если ты падаешь, беги к нему, ты для него приемлем. Я никогда не забуду, мы выходили с одной тюрьмы после служения. Хорошее было собрание, знаешь, такая была зона, жесткая. Среди люди по шестому, по седьмому разу, такие волкодавы. И вот подъезжает автобус, приехали на свидание, привезли родственники передачу. И знаешь, такая последняя выходит по ступени, такая старенькая бабушка, такой божий дуванчик, худенькая, худенькая. И она когда спускалась, и у нее раз так авоськи упали с рук. Ну, нагнулся, поднимаю, так складываю продукты. Говорю, мамка, а что приехала? Она говорит, да сынок у меня сидит, Васька. Уже, говорит, больше тридцать лет сидит. Выйдет, сядет, выйдет, сядет, выйдет. Больше месяца на боли не бывает. Я увидал, у нее вот так вот рук нету, такие культяпки. Она говорит, ну вот раньше, пока мой дед живой был, говорит, мы, говорит, копили на две пенсии, приезжала почаще, а сейчас вот деда похоронила. Одна вот приезжаю, редко привожу передачки. Говорю, мамка, а что с руками? Она говорит, а сынок Васька отрубил. Вот так же вот я, ох ты, думаю, мразота. Она говорит, постой, ты меня не понял? Он у меня хороший, просто он пьяный был. И тут я сел, Господи, руки отрубил, с тюрем не вылазит. Для всего мира конченный отморозок, а для нее хороший. Она мама, она его принимает, она его любит. И Иисус сказал, если вы, будучи злы, ради своих детей, готовы вылезти из шкуры, вы с чего решили, что я хуже, чем вас, чем вы? Тем более, я дам благо моим детям, пусть они бегут ко мне. Слушай, это благая вещь, аминь. Это свобода. Поэтому расслабься и не мешай Богу благословлять тебя. Однажды мне Бог сказал, Сергей, перестань заслуживать мою любовь. Не мешай мне любить тебя. Я проревел весь день. Перестань заслуживать мою любовь. Просто не мешай мне любить тебя. Благодать неизменна, независимо от наших поступков. Она не меняется, потому что я хожу в церковь, читаю Библию, молюсь, даю десятину. Благодать в поведении меняется. Но это не значит, что теперь можно жить, как дьявол, и ничего не будет. Ой! Твой образ жизни на твою веру воздействует. Вера же отслышана из Слова Божьего. И Божья благодать без нашей веры не работает. И наша вера без благодати не работает. Необходимо и то, и другое. Аминь! Спасибо. Спасибо. Спасибо.